В общем, я встретился с давним другом Ваней. Мы в лесу, надо рашить. И Ваня, короче, только что сам опробовал экстремальную трассу с этой горы. Высота примерно 400 метров над уровнем моря. Ваня сам первый без страховки, без всего, то есть сам скатился на тюбинге. Вот, без страха вообще. Он без башен, он повторяет, ведь еще раз, короче. И до этого скатался теперь от лесом. А сейчас, короче, он уже понимает, что это не страшно? Да он просто так скатывается. Я держу Ваню на ладошке, почти. Вань, как тебе? Дерево, блядь, говорит. Ну, деревья вокруг, как вы видите. Вот. Да. Вот, но это классно. Ты ведь что? Попал, ну, это как там, ранил или убил, что-то. Главное, это оптимизм. Деревья никогда не были помехой русскому человеку. Все будет хорошо. В наше время и Гагарин делал великие достижения. Сегодня, сегодня, одним из создавательных трасс, замес с Ваней буду я. Сейчас я, короче, съеду. Ваня, еду. Что? О, дерево, смотри. Есть один установленный наук и факт, что если в видосике про экстрим вы не орете, то это уже не видосик про экстрим. Так, ну, сейчас Ваня роет, а я буду орать. Ух ты, ёбанка. Вау, Вась, привет скажи. О, ебать. Нет, нормально, в принципе. Я скатился из тюбинга, вот он, сзади меня. Я поднимаюсь на порту. Сейчас, сэлфи-палка ходит без рябину, она не застряла. Вот, собственно говоря, рябинга. Знаете, как красиво лес зимой. Ну, любоваться можно на три вещи. На то, как ты скатываешься с горки, на то, как Ваня не заснет до горки, и на то, как играет музыка, особенно, когда ты не включил видеосвязь. Поэтому, до свидос.